Всем привет! Люди часто наделяют предметы сверхъестественной силой. Но есть предметы, которые в действительности несут в себе загадочную силу, или даже проклятие. Несколько из таких предметов мы рассмотрим сегодня в выпуске. Обязательно досмотри до конца, тебя ожидает история очень знакомой тебе куклы. Картина «Руки противятся ему». Картина 1972 года Билл Стоунхэма «Руки противятся ему» принадлежала актеру Джону Марли. Но в 2000 году картина была выставлена на аукцион eBay. Анонимные продавцы рассказали, что картина была найдена у заброшенной старинной пивоварни. После того, как картину принесли домой, дочь хозяев дома начала жаловаться, что фигуры на картине оживают по ночам и выходят из рамы. Постепенно в жизни их семьи стали происходить события, больше похожие на сцены из фильмов ужасов. Однажды утром наша дочь, которой было 4,5 года, принялась нас убеждать, что ночью дети на картине дрались и вышли прямо в комнату. Отец был так сильно встревожен ее рассказом, что решил установить в спальне девочки камеру с датчиком движения, чтобы своими глазами увидеть то, что происходит ночью. Чтобы предвосхитить вопросы на эту тему, мы уверены, что призраков и сверхъестественного не существует в этом мире, написали они. Не было никаких голосов или запаха пороха, никаких отпечатков или странных подтеков на стене. И все же, видео, которое записала камера ночью, оказалось довольно неоднозначным, если не сказать пугающим. На некоторых кадрах можно было заметить, как девочка-кукла на картине вынимает пистолет и направляет его на мальчика. Впрочем, пара опять же не увидела в этом ничего потустороннего, заявив, что вероятнее всего это был эффект освещения. Маленький ублюдок Джеймса Дина. Маленький ублюдок серебристый Porsche 550 Spyder Джеймса Дина, на котором он разбился в 1955 году. После того, как авто было продано по запчастям, проклятие начало проявлять себя. Когда автомобиль упал и раздавил ноги механика, врач, который купил двигатель автомобиля, погиб в автомобильной аварии. Еще один человек, который купил коробку передач, был тяжело ранен в аварии. Шины маленького ублюдка одновременно спустили, отправив нового владельца в больницу. Грузовик, перевозивший кузов автомобиля, перевернулся, убив водителя. Ваза Бассана. Легенда гласит, что эта серебряная ваза была сделана в 15 веке и подарена невесте накануне свадьбы. Утром невесту обнаружили мертвые с вазой в руках. Каждый, кто становился владельцем вазы, вскоре умирал. Произошло много смертей, прежде чем семья, наконец, спрятала вазу. В 1988 году ваза вновь нашлась. На ней было написано «Остерегайтесь, ваза приносит смерть». Вскоре вазу Бассана продали на аукционе и думали, что проклятие уже не действует, но фармацевт, который приобрел ее, умер через три месяца. Случилось еще три смерти, прежде чем семья в отчаянии попросила полицию взять вазу на хранение. Свадебное платье привидения. Это платье когда-то принадлежало Энн Бейкер, которая никогда не надевала его, после того, как отец выгнал любимого девушки. Платье было позже отданное историческому обществу, которое передало его музею-квартире Бейкеров. Свидетели утверждают, что платье во время полнолуния движется само по себе. Картина-мученик. Ходят слухи, что эта картина обладает злой аурой. Предполагается, что художник, который создал ее, использовал собственную кровь, смешанную с краской, и покончил с собой вскоре после завершения картины. Хозяевам картины мерещилась темная фигура, которая бродит по дому. Маска Маори. Маори – коренной народ Новой Зеландии, которые перед тем, как направиться в битву, вырезали из дерева маски и статуэтки. По убеждениям Маори, в масках селятся души воинов, павших в бою. Проклятие масок не представляет никакой угрозы для других мужчин. Но если маске коснется беременная женщина или женщина, у которой началась менструация, то это навлечет на нее череду неудач и болезней. Скала Улуру. Улуру – гигантская священная скала, расположенная в глубине австралийского материка. К ней ежегодно приезжают тысячи посетителей, хотя вывозить камни из страны незаконно. Некоторые смелые туристы захватывают с собой камешек на память. Тем не менее, на этих туристов ложится проклятие несчастья, и впоследствии люди регулярно присылают камни почтой назад в Австралию, сопровождая их письмами с извинением. Кукла Аннабель. Эта кукла была куплена в 1970 году в антикварном магазине женщиной для дочери, обучавшейся на курсах медсестер. Вскоре в общежитии начали происходить загадочные жуткие вещи. Когда Донна и ее соседка по комнате Энджи приходили домой, они заставали куклу в разных позах и разных местах. Также начали проявляться послания «Помоги нам!», а на кукле появлялись пятна крови. По понятным причинам, Лу, приятель Донны и Энджи, решил избавиться от куклы. Это явно весьма не понравилось кукле. И в ту же ночь Лу кто-то попытался задушить во сне. В итоге вызвали специалистов по паранормальному, которые решили, что кукла является на самом деле порталом в ад, который используется демонами. После двух неудачных попыток экзорцизма куклу поместили в специальную стеклянную коробку в оккультном музее Уорренов. Смотрители музея заявляют, что кукла движется и поныне. На этом всё. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Делись видео с друзьями, прожимай колокольчик, ведь скоро выйдет вторая часть данного видео. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok